Слияние и поглощение на первом деловом. С вами Игорь Мищенко. Сегодня о выпуске. Компания по страхованию жизни универсальная, сменила владельца. Две обшорные компании вошли в капитал агрокомбината Слобожанский. Юнигран планирует IPO на Варшавской бирже, а также главные новости мирового рынка слияний и поглощений. Страховая компания «Универсальная» решила выйти из бизнеса по страхованию жизни. Компания продала свое лайфовое подразделение с одноименным названием «Универсальная». Имя покупателя не раскрывается, известно лишь, что это один из участников отечественного рынка. По мнению экспертов, им могла стать страховая компания «Форта Лайф», которая активно искала объект для поглощения. Сумма сделки также неизвестна. Председатель правления страховой компании «Универсальная» сообщил, что покупатель предложил за актив хорошую цену. И теперь, продав непрофильный для себя бизнес, компания сфокусируется на рисковом направлении. Страховая компания «Универсальная» входит в десятку крупнейших страховых компаний Украины. Ее региональная сеть насчитывает более 300 точек продаж во всех областях Украины. Компания входит в универсальную инвестиционную группу «Виталия Антонова». Среди ее основных активов – концерн «Галнафтогаз», концерн «Хлебпром» и жилищно-строительная компания «Ваш дом». Две офшорные компании – Кипрская «Золдон Инвестментс Лимитуд» и «Феликс Холдингс Лимитуд» из Белиза – приобрели 49,4% акций агрокомбината «Слобожанский» в Харьковской области. Как сообщается, компании выкупили акции дополнительной эмиссии, каждая по 24,7%. Привела ли такая операция к смене собственников агрокомбината, пока неизвестно. Вероятно, что нынешние владельцы таким образом завели на предприятие дополнительные средства. В начале июня директор комбината сообщил о планах реконструировать производственные мощности, а также увеличить поголовье свиней на 50% до 7,5 тысяч голов. Дополнительные инвестиции позволят выращивать до 240 тысяч свиней в год. Напомним, в начале прошлого года в прессе появилась информация, что агрокомбинат «Слобожанский» приобрели основатели торгово-развлекательных центров «Хараван» Андрей Кордиенко и Сергей Хребков. Тогда эксперты оценили предприятие в 10 миллионов долларов, отмечая, что свиноводство – одно из самых перспективных направлений развития агробизнеса. Агрокомбинат «Слобожанский» – один из крупнейших свиноводческих комплексов Украины. Ежегодно выращивает более 100 тысяч голов свиней. Мультимедиа «Инвестгрупп» – экс-главреда газеты «Сегодня» Игоря Гузуин, стал владельцем спутникового телеканала «ЮБиАР». На его базе «Медиахолдинг» намерен до конца года запустить новый телепроект «Вести ТВ». Финансовые детали сделки не раскрываются. Мультимедиа «Инвестгрупп» – новый игрок на украинском медиарынке. С мая нынешнего года выпускает ежедневную газету «Вести». В планах холдинга в скором времени приобрести также одну из украинских радиостанций. По словам Игоря Гузуин, запуск газеты и других проектов финансируется за счет заемных средств, однако имя кредитора не называется. По подсчетам экспертов, для создания подобного медиахолдинга необходимо от 50 до 70 миллионов долларов инвестиций. UBR или Ukrainian Business Resource – это спутниковый информационно-аналитический телеканал, запущен в 2009 году украинской коммуникационной группой ESG. Группа компании Unigran – крупный отечественный производитель гранитного щебня, объявила о планах разместить акции на варшавской фондовой бирже. Владелец Unigran – бизнесмен Игорь Наумец намерен привлечь средства портфельных инвесторов для дальнейшего развития группы. В его планах наращивать объемы продукции, техническое переоснащение, а также экспансия на новые рынки и развитие смежных направлений бизнеса. Сроки будущего размещения, а также какой процент акции будет продан инвесторам, пока неизвестно. Интерес инвесторов на польском фондовом рынке сейчас находится на очень низком уровне, поэтому глава Unigran в ожидании улучшения настроений инвесторов. Unigran – один из крупнейших производителей щебня в Украине, объединяет несколько предприятий в Житомирской области. Среди них Коростинский карьер, Пенязевический карьер, Малинский камнедробильный завод, Укрзарывстрой, автотранспортное предприятие 11845. Группа экспортирует продукцию в Россию, Польшу и Литву. У меня все. Теперь о главных новостях мирового рынка расскажет Мария Литвинова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Игорь. Майкрософт не смог купить смартфон на подразделение Nokia. Грессия продает главную газовую компанию страны, а индийский производитель шин выйдет в топ-10 крупнейших компаний мира. Майкрософт не смог купить смартфон на подразделение Nokia. Финскую компанию не устроила предложенная цена от софтерного гиганта шаткое положение Nokia на рынке смартфонов. По словам уведомленного источника, в ближайшее время Nokia вряд ли вернется к вопросу продажи своего подразделения из-за сложной ситуации на рынке. Кроме того, для Финляндии Nokia это вопрос национального престижа, и власти страны, скорее всего, будут против сделки. В настоящее время рыночная стоимость всей Nokia составляет 14 миллиардов долларов. Майкрософт Корпорейшн – одна из крупнейших компаний по производству программного обеспечения для персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов. Разработчик наиболее широко распространенной в мире операционной системы Windows также производит игровые консоли Xbox и аксессуары для персональных компьютеров. Продукция Майкрософт продается более чем в 80 странах мира. Программы переведены более чем на 45 языков. Листинг на бирже NASDAQ. Nokia – финский производитель мобильных телефонов, смартфонов, а также телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Продает продукцию более чем в 150 странах мира. Акции торгуются на хельсинской, нью-йоркской и лондонской фондовых биржах. Греция продает главную газовую компанию страны. ДЭСФО отойдет азербайджанско САКАР за 400 миллионов евро. Хотя Греция рассчитывала получить от продажи до полутора миллиардов. В любом случае сделка позволит афинам сократить внешний долг. Для САКАР приобретение открывает возможность выхода на рынок дистрибуции газа, а это значительно укрепит потенциал государственной нефтекомпании Азербайджана. Среди претендентов на покупку ДЭСФО был и российский «Газпром» с предложением в 900 миллионов евро, но позже передумал. ДЭПО – государственная газодобывающая компания Греции. Занимается оптовой продажей и поставкой природного газа. Ее дочерняя структура ДЭСФО является крупнейшим поставщиком газа в стране. САКАР – государственная нефтяная компания Азербайджанской республики. Одна из крупнейших в мире. Управляет двумя НПЗ и обслуживает нефть и газопроводы по всей стране. Контролирует сеть АЗС в Грузии, Украине, Румынии и Швейцарии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Индийский производитель шин «Аполло Тайрс» покупает конкурента. Дружественное поглощение «Купер Тай» выведет компанию на седьмое место в мире и откроет доступ на рынки Северной и Южной Америки. А общегодовой доход «Аполло» превысит 6,6 миллиарда долларов. Для акционеров «Купер» сделка тоже несет финансовый интерес. Компании почти не имеют общих географических областей перекрытия и получают за счет сделки существенные возможности для роста. После поглощения «Купер» и «Аполло» появятся возможности для деятельности на рынках США и Евросоюза, Индии, Китая, Африки и Латинской Америки. Объединенное портфолио брендов и продуктов двух компаний станет самым обширным в шинной индустрии. «Аполло Тайрс» – один из крупнейших в мире производителей шин. Был основан в 1976 году, имея четыре производственных подразделения в Индии, один в Южной Африке, два в Зимбабве и один в Нидерландах. Сеть в Индии – 4 тысячи дилеров. «Купер Тайя» – американская компания, занимающаяся разработкой и производством шин для легковых автомобилей и грузовиков среднего класса. Сеть дилеров расположена в 10 странах мира. Компания начала работать в 1914 году. А Warner Music Group покупает «Гала Рекорд». Финансовые подробности сделки не раскрываются. Вместе с тем, для Warner Music приобретение откроет выход на динамичный и быстро развивающийся российский рынок. Warner Music Group – третий по величине концерн и семейство звукозаписывающих лейблов. Входит в большую четверку компании звукозаписи. Концерн был основан в 1958 году. У Warner Music Group также имеется музыкальное издательство, которое является одним из крупнейших в мире. «Гала Рекорд» – одна из старейших независимых российских звукозаписывающих компаний. Она была основана в 1988 году. В каталоге компании представлены известные российские исполнители. Она также представляет в России каталог британской «Эми Мьюзик Паблишин». Правительство Швеции продает акции одной из крупнейших банковских групп страны – Нордия. За 5,7% акций Стокгольм может выручить 2,7 миллиарда долларов. Полученные средства предполагается направить на уменьшение госдолга Швеции. По словам профильного министра, акции банков – рисковый актив. Роль государства состоит в регулировании банков, а не владении ими. Шведские власти являются вторым по величине инвестором Нордия после финской страховой компании «Сампо». Банк Нордия – Швейцария. Ведущий скандинавский финансовый институт. Обслуживает 10 миллионов клиентов в более чем 1400 отделениях и филиалах. Акции банка котируются на биржах Копенгагена, Хельсинки и Стокгольма. Крупнейший в Китае производитель молочной продукции – чайный мангнио-дейри – купила контрольный пакет акций конкурента. Гонконгский поставщик смеси для детского питания «Яшили» продает долю более 51% за 1,5 млрд долларов. Комментировать покупку обе стороны отказались. Для «Яшили» сделка необходима для восстановления репутации после ряда скандалов из-за качества продукции. А мангнио может укрепить свои позиции в сегменте сухого молока. Чайный мангнио-дейри – крупнейший в Китае производитель молочной продукции. Начал производство в 1999 году. Компания специализируется на производстве жидких молочных продуктов, напитков, йогуртов, мороженого, сухого молока и сыра. «Яшили» Интернешнл Холдингс – седьмой по величине производитель детского питания в Китае. Доля рынка около 4,3%. Основан в 1983 году. На этом все. Игорь. Спасибо, Мария. Вы смотрели «Слияние поглощения» – обзор главных новостей рынка МНР Украины и мира. Увидимся в новом выпуске программы на Первом Деловом.